МЕРОПРИЯТИЕ ДИТСАМАЙР АНАИТ Лидеры Индии, Китая, США и Франции пропустят КОП-29 в Азербайджане. Уроженцы Западной Армении Адренуш Терян. Всеармянский союз Гармад Ширванна Хадживан приветствует и высоко ценит резолюцию Европарламента. Коллекция Матандарана пополнилась четырьмя ценными рукописями. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Исполняющий обязанности председателя Национального собрания Республики Арцах Гагик Бакунс распространил заявление относительно резолюции Европейского парламента от 24 октября. Национальное собрание Республики Арцах приветствует резолюцию Европейского парламента от 24 октября 2024 года о нарушениях прав человека и международного права в Баку и отношениях с Арменией, направленную на выявление катастрофической ситуации с правами человека на территории Азербайджана, принижение международного права и агрессивных подходов, развязанных по отношению ко всему региону, в частности, к Армении. Национальное собрание Арцаха призывает Европейский союз принять практические и прямые меры, которые обеспечат защиту прав человека в регионе и уважение основных прав народа Арцаха. С этой целью подчеркивается важность внедрения эффективных международных механизмов, которые гарантируют надлежащее осуществление эффективного диалога, коллективного возвращения безопасной и достойной жизни и других основных прав, говорится в заявлении. 25 октября в зале Центральной библиотеки Аветика Исаакяна состоялось мероприятие «Дитсамайр Аннаид» организованной военной патриотической благотворительной общественной организацией «НВАГН». На мероприятии присутствовали многочисленные гости, также делегации Западной Армении. Величественно был представлен флаг Западной Армении, олицетворяющий борьбу за свободу и справедливость нашей Родины, напоминающей о наших исторических корнях. Присутствовали матери с орденами богини Аннаид, врученные по инициативе Мурук Карров, память о героических сыновях, пожертвовавших свою жизнь ради защиты Родины. Их безграничная сила и преданность затронули сердца присутствующих, подчеркивая несгибаемый дух, объединяющий армянский народ. С речью выступила историк Анжела Терян, представив многовековые культурные ценности и корни армянского народа, подчеркнув приверженность к сохранению исторического наследия армянской нации. Вечер вела Анна Костанян, придав художественной декламации глубокую эмоциональную окраску и непревзойденный эмоциональный резонанс. Премьер-министр Индии Наренда Моди возможно из-за проблем с графиком пропустит конференцию ООН по изменению климата, которая пройдет в следующем месяце в Азербайджане. Такое развитие событий исключает возможные встречи индийского лидера с его пакистанским коллегией Шехбазом Шарифом, в чем Исламабад был заинтересован после недавнего визита министра иностранных дел Индии в соседнюю страну на встречу Шанхайской организации сотрудничества. По словам источников, после визита главы МИД Индии Джайшанкара в Исламабад пакистанская сторона проявила интерес к встрече с Моди и Шарифа, чтобы приложить усилия и попытаться вернуть в прежнее русло двусторонние отношения, которые в настоящее время находятся на рекордно низком уровне. Ожидается, что делегацию Индии возглавит министр окружающей среды и изменения климата Бухпендер Ядав. Лидер Китая Си Цзиньпинь, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон также входит в число лидеров, которые, как ожидается, пропустят КОП-29. Пример-министр Израиля Бенямини Таняху также не подтвердил своего участия. Президент Арминак Абрамян напоминает и подтверждает, что в Западной Армении в июле 2024 года власти он попросил принять участие в КОП-29. В Западной Армении участие в конференции не примет. Алинуш Терян астроном и астрофизик из Ирана. У меня есть сын по имени Солнце и дочь по имени Луна. Алинуш Терян называли матерью иранской астрономии одна из основателей Солнечной обсерватории Института геофизики Тегеранского университета. В 1964 году стала первой в Иране женщиной-профессором физики. Терян выросла в старинное армянское общение страны. Образование получила в Университете Тегерана, где позже читала лекции. Обучение продолжила в Парижской Сорбонне. После вернулась в Иран, став доцентом кафедры термодинамики. Всю свою жизнь Алинуш Терян посвятила науке и студентам. Терян завещала свой дом армянскому сообществу «Новой Джудвэш», чтобы его превратили в общежитие для бедных студентов. Сама же умерла в доме престарелых. Как известно, Европарламент принял резолюцию о ситуации в Азербайджане, нарушениях прав человека и международного права, также отношениях с Арменией. 453 голосами за, 31 голосом против и 89 голосом воздержавшихся. Резолюция содержит ряд целей и пунктов повестки дня, которые требуют немедленной реализации. Прежде всего, в резолюции фиксируется недостаточный уровень обеспечения фундаментальных прав человека в Азербайджане. Строгие ограничения свободы слова, предполагающие преследование и насилие. Европарламент согласен с тем, что это давление приняло масштабный характер преддверия КОП-29 и что это явление несовместимо с логикой КОП-29. Поэтому парламентарии призвали лидеров ЕС обратить внимание на логику выбора места проведения этого мероприятия и использовать возможность, предоставляемую этим мероприятием, для поднятия вопроса об ухудшении ситуации с правами человека в Азербайджане. Рукописные коллекции Матандорана пополнились четырьмя ценными рукописями. Псалтырь и псалмы XVIII века. Дарители Нышан и Мария Паггаляны, Бейрут, Ливан. Сокровищница XV-XVI веков и коллекция XVIII века. Даритель церковь армянских мучеников Филадельфии. Благотворители семья Паггалян и Кишишян посетили Матандоран, ознакомились с новыми выставками, системами сохранения и реставрации рукописей, работами по оцифровке. 25 октября состоится торжественная церемония передачи рукописей. Оставаясь верным своей миссии зрителю, телевидение Западной Армении продолжает свою работу, используя инновационные подходы. Не занимаясь саморекламой, мы представляем важные события о истории настоящем и будущем Западной Армении, затрагивая проблемы, волнующие армянскую нацию. Телевидение Западной Армении зафиксировало одно из важнейших достижений, выпустив еженедельник «Вестерн Армения», направленный на сохранение и популяризацию нашей истории, культуры и идентичности. Наше телевидение прозрачно представляет деятельность президента, правительства, национального собрания и других государственных структур Республики Западной Армении, делая ее доступной и понятной. Наши силы в единстве, вместе мы сможем создать сплоченную и процветающую родину. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова